Так, слово мое называется «Так, в чем же дело?» Вы не думайте, что это просто так я назвал это слово. Сейчас покажет. Тема проповедь. Так, в чем же дело? Вот часто я спрашиваю, так в чем же дело, Господь, все-таки? В чем же дело? Почему? У вас возникают такие вопросы? Почему? В чем же дело? Откуда это? Почему? В чем же дело? Знаете, первое место, то, что я хочу прочитать, это Малахия 3.6. Розанна Аизус знает это место. «Я Господь, я не изменяюсь». Это не говорит проповедник, это не говорит апостол, это не говорит пророк, это говорит сам Бог. «Я Господь, ибо я Господь, я не изменяюсь». Удивительно, если Бог такой же, если Бог не меняется, если Бог продолжает меня любить, если Бог дает мне благодать, если я нахожусь у Бога, который не меняется, тогда вопрос. Так в чем же дело тогда? Почему у меня где-то не получается? Почему я не могу с дерзновением говорить? Почему я иногда опускаю руку и не знаю, как двигаться? Ведь Бог же не меняется. Ведь Бог же такой же. Ведь Бог же есть такая любовь. И я хочу второе место прочитать, Евреям 13.8. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же?» Так почему же все-таки? В чем дело? Если Иисус Христос тот же, если я когда уверовал, Он такой же сегодня, так в чем же дело тогда? Не, ну, ну, аллилуйя или не аллилуйя? Это должно меня вдохновить. Я когда начал размышлять над этим словом, я спросил, я спросил сам себя, задал этот вопрос. Я думал, что этот вопрос буду задавать каждого из вас. Так в чем же дело тогда? Почему опустили руки? Если Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, Он не меняется. Я Господь, я не изменяюсь. В чем тогда проблема? Где вера наша? Почему мы опускаем руки? Почему мы не дерзновение говорим? Почему, когда приходит момент, чтобы стать и сказать, я Божий человек, на весь духовный мир, чтобы заявить о том, что Бог сделал в моей жизни? Мы забываем эти свидетельства. Мы забываем то, что первый день, когда я пришел к Богу, Он изменили мою жизнь. Почему? Потому что Он вчера такой же, сегодня такой же, и вовеки будет таким же. Его отношение к нам никак не поменяется. Аллилуйя! Аллилуйя! Но, так давайте зададим себе вопрос, но в чем же тогда дело? Но в чем же дело тогда? Почему? У меня иногда получается, а иногда не получается. В чем суть? Почему это так? А я вам скажу. Ай, Господи, дай нам вот это понять, чтобы мы могли войти в это и двигаться. Малахия, первая глава, второй стих. Сейчас мы все вместе прочитаем. Удивительное место. Я возлюбил вас. Вот давайте первая часть. Говорит Господь. Бог, вот кто знает, что Бог Его любит? Аллилуйя! Мы все знаем. Но возникает вопрос. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Вот этот вопрос всегда звучит в каждом христианине. Ну, в чем ты явил свою любовь? У меня нету это. Почему? Потому что мы всегда Божья любовь сравниваем с материальных каких-то моментов. Такое у нас понимание. Если я Божий человек, то у меня должно быть все гладко, и у меня должно быть все абсолютно. И есть сегодня даже такие учения, есть такие церкви, которые говорят, если у тебя старая Жигули, то ты не христианин, ты под проклятие, потому что у тебя старая машина. Но Бог говорит, я не об этой любви говорю. Посмотрите, как он сравнивает. Так в чем же дело тогда? Почему у нас не получается? Так давайте потихонечку посмотрим, почему у нас не получается. Сегодня очень важный день. Мы будем принимать причастие. Но нам надо кое-что понять, кое-что почувствовать. Приняв его любовь, да, мы принимаем исцеление, он расточил, раздал, мы принимаем богатство, мы все это принимаем. Но не в этом акцент, суть не в этом. Посмотрите, что? А вы говорите, в чем я вылечу любовь к нам? Бог не говорит в том, что я вам перепелок дал, вытащили из Египта, то сделал, то есть. Он не говорит о материальных тут вещах. Он смотрите, что говорит. Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же, я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. И там написано, я предал это, предал тому, предал, я живу. Но, понимаете как? Кто-то, вспомните, из ваших друзей не имеет этого шанса. Ты ему говоришь, он закрыт, а тебя он помиловал. Ты сегодня в этом зале сидишь, потому что он тебя помиловал. Ты сегодня в этом зале сидишь, потому что он возлюбил тебя. Ты сегодня слышишь Слово Божие, и оно доходит до твоего сердца. Почему? Это он возлюбил тебя. Многие бы мечтали это иметь, но Бог тебя избрал, и ты сегодня на этом месте. Иногда нам кажется, если я покаялся перед Богом, я такое одолжение ему сделал, и он теперь все, мой должник. И он всегда должен давать мне, послушаться меня, исполнять все мои желания, потому что я же покаялся, я же уже его ребенок. Так в чем же дело тогда? Ну, давайте дальше прочитаем. Лука 3, 2, 6. Есть одно но. Мне нравится в Библии но, потому что, когда это но приходит, нас отрезвляет. Очень многие думают, что они просто так, автоматически все получат. Нет. Мы получаем спасение только даром, а все остальное мы должны доказать. Нет. Доказать и верить. Каким образом? Я получил спасение, но совершать мое спасение должен я. Никто за меня отвечать не будет, потому что есть сатана, есть враг, который будет искушать. Мы должны работать над собой. Давайте посмотрим. У меня 5 пунктов, я сейчас буду говорить быстро. При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захария, в пустыне. Идем дальше, до 6 стиха. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Смотрите. И он диктует, что надо делать. Дальше. Как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит, «Глаз вопиющий в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези Ему». Дальше идем. «Всякий долг да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривезни выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Шестой. И узрит всякая плоть спасения Божия». Вот смотрите. Спасение не ставится на первом месте. Спасение стоит на последнем месте. Но если мы будем читать, опять сначала мы поймем. «Примыми сделайте, приготовьте путь». Давайте откройте этот стих, где написано «Приготовьте путь, и прямыми сделайте стези Ему». По-моему, третий. «Приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези Ему». Первое, о чем я хочу говорить. Стезя – это дорога, это тропинка, это путь, это направленный путь. Это не просто путь в никуда. Это путь, который ведет нас к Богу. И здесь говорит, приготовьте это для Господа, чтобы Он пришел к нам, пришел в нашу жизнь. Это очень важный момент. Ты можешь беспечно жить с христианской жизни. Ты можешь просто на самотек оставить с христианской жизни. Ну, как получится, так получится. Но Иоанн говорит, давайте работать, ребята. Давайте работать. Иисус, апостол Павел, все апостоли, они всегда говорили, работать над собою. Почему? Чтобы не возникло этот вопрос. Ну, почему же? Ну, все-таки, почему же? Ну, все-таки, почему в моей жизни так? А посмотри, как у тебя, приготовлен ли путь к Господу, прямой, ты сделал стезю твою, вот то, что было в твоей жизни, где-то лукавство, где-то какие-то, такие угли какие-то, где-то хитрость, убрал ли ты это полностью? Сделал же прямым это стезя, которыми Бог приходит к тебе. Когда ты идешь молиться, Бог приходит к тебе, Бог посвящает тебя. У Бога есть желание встретиться с тобою, но когда стезя не прямая, Он не может добраться до тебя, потому что это препятствие для Духа Святого. И очень важно, это первый пункт, отсюда все начинается. Путь, который Бог направил к тебе, тот путь, который ты имеешь к Господу, то отношение, которое ты имеешь с Ним, там не должно быть никакое препятствия. Ничего, в нашем, наше сердце должно быть чисто. Вы знаете, однажды во время проповеди Рузана говорила о чистом сердце, и она говорит, знаете, что такое очистить сердце? Прямым сделать это стезя. Это значит вот так, вот карман чистый, да? Карман чистый, вообще без проблем. Но когда ты достаешь и открываешь вот этот уголь, о, вот там есть что-то все-таки. О, есть, я нашел, ух ты, черное что-то. А вообще-то карман чистый. О, видите, а карман чистый. Оказывается, там есть что-то. Поэтому и говорит, прямыми сделайте это стезу, очищайте, наизнанку выворачивайте сердце перед Богом. Пусть Бог увидит, что вы ничего не скрываете, что вы ничего не утаили, все открыто для Господа, потому что Он знает. Он не живет в нашем кармане, но Он знает, что есть там. Аллилуйя! Но Он живет в нашем сердце. Тем более, если Он там живет, Он знает, каким сердцем ты сегодня здесь, что ты хочешь, и какие мысли у тебя, и какое стремление у тебя. Потому что мы часто хотим увидеть то, что мы хотим увидеть. А то, что Бог дает, мы не хотим это видеть и мы не хотим это принять. Мы как балованные дети, мы хотим делать все, что мы хотим, но чтобы Он помогал во всем нам. Бог хочет, чтобы мы были, чтобы Он был на первом месте. Приготовьте путь к Господу. Каким образом? Как ты проводишь день, как ты проводишь утром? Дети, всякие, всякая раздража. В общем, вы сами знаете это, я не хочу на это тратить время, перечислать, что есть, что нет. Каждый знает свое сердце, каждый знает, как он ходит перед Богом. И знаете что? Блажен человек, которого обличает Бог. Да, больше, чем это, другой дары нет для христианина. Это обличение Духа Святого. Когда он приходит и говорит, не делай так. Просто знаете что? Иногда человек, чтобы приготовить путь, заглушает свою совесть, не дает совести говорить. Ему кажется, все будет хорошо. Ему кажется, если даже будет так продолжать, Бог-то любит. Однажды я встретил одну женщину, которая колдовала. Я ее говорю, слушай, ну ты же так делай, а ты же других людей ведешь в ад, и сам туда попадаешь, сама туда попадаешь. Она говорит, а милость Божья. Я говорю, милость Божья не действует в проклятие, не распространяется, на распутствие не действует. Милость Божья действует для покорных Ему. Бог милует тех, которые покоряются Ему, которые говорят, да, Господи, не моя, да будет воля Твоя, этим приготовляя путь к Господу, и прямыми делать сези Ему. Аминь. Следующее, второе, то, о чем я хочу говорить, это всякое, дальше, пятый стих. Всякий долг да наполнится. Знаете, очень часто мы сами себя унижаем, мы сами себя делаем слабыми. Бог говорит, через Иоанна говорит, это не нужно делать, это надо наполнить. Я возлюбил тебя, ты мой, я тебе наполню, мой Дух Святой в тебя. Не надо себя унижать. Сатана унижает, и мы соглашаемся. Бог говорит, всякий долг да наполнится. Вот это унижение, вот эта яма, где ты не понимаешь, что происходит, где ты унижаешь сам себя, этого не должно делать, это должно наполняться. И это очень важно. Знаете, и потом сразу говорит, это второй, всякий долг да наполнится. То есть, где ты считаешь, что у тебя не получится, где ты видишь, что опускаются руки. Бог говорит, не делай этого. Наполни это место мною. Наполни моим Духом. Наполни моим Словом. Пусть мое Слово придет и наполняет все твои немощи. Пусть Дух мой придет и поднимает тебя. Пусть мой Дух придет и поднимает тебя на высоты. Второе тоже очень важно. Не надо себя опускать. Не надо ложное смирение. Ложное смирение – это грех. Смириться надо сердцем. Смириться надо душою. Смириться надо духом. Смириться надо… Не надо видом смириться. Я очень часто видел, когда люди одеты очень скромно, не крашеные, в платочках. Но попробуй, Боже, сохрани что-нибудь, говори такое. И ты сразу увидишь вся скромность. Но смирение – это долг, который есть. Это надо наполнить и стать направленным на уровне, на том уровне, который Бог тебе дает. Пойми, кто ты во Христе Иисусе. Пойми, какие дары у тебя. Пойми, что дал тебе Бог. И не надо ложно унизить себя. Следующий пункт, который я хочу говорить, это не поднимать ложно себя. И друг друга, и себя. Посмотрите. Потому что сразу говорит, и всякая гора и холм, да, понизятся. Понимаете? Сразу говорит, не надо иметь такое низкое уровень понимания. И второе, и не надо возгордиться. И гора должна унизиться. То есть ровно должно все быть. Если у нас не будет ровно, знаете, Бог порядок дал. Бог дал во всем порядок. И это написано в Евангелии. Порядок в семейках, порядок в отношении мужа и жены, порядок в отношении ребенка с родителями, порядок в отношении родителей с ребенком. Везде, в церкви, везде есть свой порядок. И мы, как люди воспитанные, и мы, как люди правильные, Божьи люди, мы должны придерживаться этого порядка. Вы знаете, мы не ходим перед пастором, мы ходим друг перед другом. Мы ходим перед Богом и перед друг другом. Почему и Слово Божие говорит, верный и добрый раб, войти в радость Господина Своего. Добрый и верный раб, войти в радость Господина Своего. Доброда – это отношение с людьми. И если у тебя доль не наполнен, и холм не понижен, гора эта не понижен, не понижен, ты не сможешь правильно общаться. Или ты посчитаешь себя гадким утенком, или ты посчитаешь себя крутым. Понимаете? Не получится. А простое, нормальное, христианское, жизненное общение, которое Бог дает в церковь, это всегда необходимо. Почему? Потому что доброта – это относится к людям. Мое отношение к ней, к сестре моей, к другим братьям и сестрам. А верность – это по отношению к Господу. И это очень важно. Мы должны этот баланс понять. И в своем сердце принять решение двигаться так, иметь доброту с людьми, иметь верность Богу. Потому что куда бы тебя ни поставили, Бог может через пастора тебе куда-то поставить. Бог может через домашнего лидера, через группового пастора, через лидера прославления тебе поставить, рассказать, помогать, дать понимание, подойти и сказать, например, с прославления кто-то подойдет и скажет, я слышу, что ты в зале хорошо поешь. Может, тебе надо в хор прийти. Прими это как Господа. И попробуй это. По крайней мере, попробуй. Может быть, на самом деле это твое. Может быть, Бог тебе сделал, ну, дал тебе финансы, чтобы ты стал просто даятелем в церкви. Не надо вот это на гору подняться. Не надо. Если ты имеешь, написано, почему хвалишься, как не имеющий. Если ты не имеешь, почему ты хвалишься, как имеющий. То есть, если Бог дал тебе что-то, то почему то унижаешь себя, то возвышаешь себя. Кто-то возвышает себя, а кто-то унижает себя. Так не должно быть, братья и сестры. Так не должно быть. Надо прямим сделать путь к Господу. Надо выровнять, чтобы Бог пришел. Я когда иду молиться, или кто-то из нас, когда идет молиться, Бог же не слышит твои слова. Бог видит твое сердце. Вы понимаете? Бог видит, что в сердце творится. Бог видит сердце твое. Где? Где твое сердце? Он и спрашивает. Где твое сердце? Эти люди чтят меня устами, а сердце их далеко от меня. Вот суть. Вот почему у нас возникает вопрос. Так в чем же дело тогда, Господь? Если ты не меняешься. Если Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Так в чем же дело? Почему у меня не получается? Почему у кого-то получается, а у меня не получается? Почему я могу это? И много почему возникает? Только по одной причине. Я не работаю над собою. Я просто не работаю над собой. И у меня потом возникают куча проблем. Ой, меня обидели. Ой, меня не увидели. Ой, меня не заметили. Вы знаете, я думаю, что эти вопросы не нужно задавать. Ни себя, ни друг другу. Потому что, слава Богу, что мы живы. Слава Богу, что Он нас избрал. За все надо благодарить. А меня не увидели, не почтили, не дали, не показали. А если, вот представляете, а если Бог проговорит ко мне и скажет, в воскресенье ни с кем не здоровайся, ни на кого не смотри, потому что у меня дело с тобою. Я зайду сюда, и ни с кем не поздороваюсь, приду, и ни с кем не буду общаться. Вся церковь скажет, а что с пастором случилось? А никто не подумает, что это может Бог сказали ему молчать. Вы понимаете, мы сверхъестественные люди. Мы люди, которые знаем Духа Божьего. Мы люди, которые знаем имя Иисуса Христа. Мы люди, которые знаем, что Он может делать все, что хочет. Мы люди, которые знаем, что мы духовные личности. Мы должны ходить по Духу, а не по плоти судить. О, халилюя! О, халилюя! Поэтому я сделал для себя такое очень важное решение. Никогда ни на кого не обижаться. Никогда ни у кого ничего не требовать. Когда мы покупали эту землю, Бог проговорил ко мне и сказал, не будь попрошайкой, не говори ничего, не проси ни у кого, а то у меня список был, я уже хотел всех звонить. Бог сказал, я вас помню. Я буду идти впереди. Я говорил в церкви, это свидетельство. Он мне сказал, я пойду впереди. Я говорю, Господь, ну а как? Мне тяжело, говорит, ложись спать. Тебе не должно быть тяжело. Я забочусь. Вы знаете, я крепко спал. Наоборот, в это время я очень хорошо спал. И я сейчас тоже с этой стеной буду хорошо спать. Потому что я знаю, если Бог закроет, то никто не откроет. А если Бог откроет, то никто не закроет. Поэтому нам очень важно, чтобы не опускаться и не подниматься. Кривизни выпрямятся, и неверные пути сделаются гладкими. Кривизни. Вот написано, что человек, который лукавый, он что делает? Он мигает глазом, да, там знаки подают. То есть такие кривизни. Особенно те люди, которые раньше сталкивались с этой хитростью, и они себе доставали хлеб через эту хитрость, там под кожу лазают, там что-то делают. И эта привычка остается, они еще и в церкви хотят это употребить. Бог говорит, выпрямите это, это не пойдет. Бог не придет. Почему? Что посеет человек, то и пожнет. Ты поступишь хитро, завтра кто-то... Вот я помню одного человека, он очень неправильно поступил с церковью, со мной, он забрал все стройматериалы, увез. Но Бог мне сказал про мальчика, я позвонил лепископу, я говорю, такая ситуация. Он говорит, слушай, пастор, отдай. Кто отнимает, отдай. У отнимающего не отнимай. Все, забирает пузов. Все, что хочет пузов, все забрал. Знаете что, оказывается, он забрал, чтобы все строить для нас. А я же не догадывался. Представляете, если в то время я бы поднял скандал, то бы этого, вот то, что мы имеем, сейчас не было бы. Он построили, хорошо построили. Он знал, для кого строить. Понимаете? А если бы я поступил бы тоже так же, другие бы пути искал. Все, мы бы потеряли все. Розана говорит, я иногда удивляюсь твоему терпению. А Бог дал дар терпения каждому из нас. Почему? Потому что, запомните, нечистый всегда занимается самообслуживанием. Роет яму и сам туда попадает. И получается, он хитростью все забрал, построили для нас, а его такую крупную сумму кинули, что он аж просто аллилуйя. Понимаете? Никогда в христианстве не должно быть хитрость. Не должно в христианстве быть лукавство. Не должно в христианстве быть ой, я тут такой, а вы какие. Нет. Каждый, кто думает, что он гора, возьмет тазик, тряпку и начнет мыть ноги. Вот для этого и придумано это служение, мне кажется. И все горы сказали... Аминь! Хорошо, я теперь понял. Я теперь понял. Вот видите. Всякая гора и холм, да, понизится, да, понизится. Работать надо над собой. Ты видишь, здесь ты гордишься. Жена, не гордись перед мужем. Муж, не гордись перед Господом. Перед женой. Написано Ефесянам, что повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Это очень важно. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. И почитай один другого выше себя. Это же не говорит, что вот это, например, ну, такой, ну, все, его нельзя считать выше себя. Почитай каждый друг другом выше себя. Почему? Чтобы эта гора опустилась, чтобы этот холм понизился. Это очень важно. И когда мы поступаем правильно перед Господом, мы начинаем расти. Почему я не расту? Посмотрите, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Но мы не должны быть такими. Вчера и сегодня и вовеки тот же. Мы не такие должны быть. Если год назад ты был таким и сейчас тоже такой, у тебя крупные проблемы. Если твоя гора не унизилась, долг не наполнилась, стези не выпрямились, у тебя год без изменения, бей тревогу. Бей тревогу. Господи, почему? Наша церковь растет, наши служения растут, наше движение идет. Понимаешь, здесь не говорится о залповом. Здесь говорится о том, мало-помалу, мало-помалу, потихонечку, побеждая каждую сферу нашей жизни, мы двигаемся вперед. Аминь! Слава нашему Господу Иисусу Христу! Сегодня хлебопреломление у нас. Я еще не сказал, это какой был у нас пункт. Это третий. Четвертый. Кривизны выпрямятся, говорил, лукавства не должно быть. И пятое. Неверные пути, неровные пути, сделаются гладкими. Первый, стезя, сделать каким? Прямим. Второе, говорит, гладкими. Как будто на санке Иисус катается к тебе, чтобы гладкий путь был. Он сел в свою санку и сразу у тебя в сердце заехал. Гладкий путь. Там не должны быть камни. Там не должны сомнения. Там не должно быть неверия. Там не должен быть ажность, жадность. Там эти камни не должны быть. Там должно быть гладко. И когда гладкий путь, Иисус Христос просто, вот вечером ты просто, Отец или Дух Святой, просто раз, скатываются в твое сердце. Тебе хорошо. Почему? Нету сомнения, нету неверия. Ты веришь, что Иисус любит тебя. Ты веришь, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты понимаешь, что каждый раз, когда ты принимаешь участие в хлебопреломлении, ты усиливаешься, ты поднимаешься, ты благословляешься, твой Дух поднимается, твой Сила в тебе поднимается. И знаете, что враг, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Постоянно. Вор не приходит, чтобы воровать какие-то старые доски. Это ненормальный вор. Вор приходит, чтобы украсть золото, украсть что-то драгоценное. Он не придет, да, он не придет, украсть что-то, какой-то хлам. Если у тебя полно хлама, так и вор не придет к тебе. А если у тебя какая-то ценность, вор всегда будет приходить, вор всегда будет питаться. Но у нас есть сила, у нас есть помазание, у нас есть четкое понимание этого слова. Гладкое дело. То есть, сатана будет питаться, каким образом? Вот, паук, очень интересное животное, прежде чем кушать свое жертво, впрыскивает туда яд. Потом проходит время, приходит и кушает свое жертво. Ну, мух кушает, по-моему, только. Точно так же сатана. Чтобы кушать кого-то из христиан, он сперва брызгает туда сомнения. И это сомнение начинает убивать христианин. Как только христианин этим сомнением наполненным умирает, сатана говорит, ешьте беси. Беси нападают и начинают кушать. Человек уже и разочарование, и руки опустили, и курит, и пьет. Мы ехали с верхнего юрта, подобрали одну девушку. Она села в машину, и я говорю, ты знаешь, мы не зря встретились, Бог любит тебя. Он говорит, а Бог мой отец. Пьяная, побитая. Я, говорит, служила в группе прославления. Я в Общеронске, в церкви Вифания, служила в группе прославления. А потом, говорит, пришло ко мне сомнение. И это сомнение, говорит, до сих пор внутри меня, и убивает меня. Мы с Рузаной помолились за нее, я даже вышел с машины, чтобы ее проводить. Она обняла меня, говорит, помоги мне, я умираю. Чем помочь? Каким образом? Если сразу, я говорю, ну давай, мы тебе куда-то, она, нет, никуда не пойду. Просто помолитесь за меня. Мы помолились. Почему? Она приняла это сомнение. Она увидела кого-то, она соблазнилась через одного брата. Она увидела его, а этот момент, сатана яд, сомнение, и все. Она была ведущим служителем в группе прославления. Пожалуйста. Иногда мы так беспечно живем, потому что, да я же уже пастор, да я же уже словом служу, да я же уже прославление. Нет, гладкими делай пути для Господа. Пусть твои пути, по которому Бог приходит, будут гладкими. Постарайся туда не ставить никакого камня, ни сомнения, ни неверия, ни люказства, ничего, чтобы не было, ни богатства, меня ожесточает свое сердце. Бог, Его любовь к нам доказана не богатством. И если Малахия, первая глава, дальше мы будем прочитать, там написано, если я отец, то где почтение? Вот в чем суть. Вот посмотрите, сын чтит отца, халлелуя, и раб господина своего, если я отец, то где почтение ко мне? Народ Божий! Вот все приводит к тому, что мы жизнью должны поклониться Богу, мы жизнью должны почитать Ему, Ему не нужны ничего абсолютно, Он не нуждается ни в каком служении, рук, дела человеческих, но Он ищет почтение, но мы все рождены от Него, аминь, мы все царственное священство, аминь, и говорит, посмотрите, то где почтение ко мне, да, и если я Господь, то где благоговение благоговение передо Мною, это очень важные моменты для нашей жизни, мы должны об этом задуматься и работать над Собою, потому что Бог сегодня Духом Святым кричит, Маранафа, Господь скоро грядет, и если мы не будем готовы, не дай Бог, кто-то из нас останется здесь на великую скорбь, не дай Бог, чтобы кто-то из нас остался здесь, потому что горе живущим на земле, дьявол с великой яростью пришел, отомшение будет очень страшное, поэтому сегодня время проверить свою жизнь, изучать, в чем мое лукасство, где камни, почему не гладкий путь, почему я, вот одна, одна, один из братьев, которые я был в Краснодаре, он говорит, я молюсь, Бог не приходит, я говорю, делай гладкий путь для Него, ну убери сомнение, убери не верю, убери раздраженность, ты, понимаете, если я раздражался, не покаялся, не исправил стезю свою, если я вдоль, холм, не исправил это все, как может быть, путь гладким Господа? Каким образом? Нам надо работать над собой, те, которые в реабилитационном центре, те, которые у себя дома живут, те, которые служат, братья и сестры, ничего не гарантирует нас, мы можем все ошибиться, поэтому нам надо бодрствовать, чтобы дьявол не использовал этот момент и не посеял плохое в наше сердце. Если кто сомневается, я сегодня буду молиться, если у кого-то неверие, если у кого-то еще есть камни, камни преткновения, которые не дают Богу прийти в нашу жизнь гладко, мы должны молиться, отречься от этих вещей, мы должны говорить Господу, «Нет, Господь, я не сомневаюсь, Ты вчера, сегодня, и вовеки тот же в моей жизни, Ты Бог, Ты не изменяешься, поэтому написано, «Вы не погибли, вы не исчезли, сини Яковлевы». Я такой Бог, я возлюбил вас, я веду вас, я благословляю вас». И сегодня очень важно, очень важный момент для нашей жизни принимать решение иметь Господа в своем сердце, почтить Его, Он Отец Мой. Мы молимся, мы молимся и говорим, «Отец, помоги мне». Он говорит, «А если я Отец, то где почтение?» «Господь, помоги мне!» «Если я Господь, то где благоговение?» «Священники, вы бесчестите мое имя, а мы священники все». Чем? Тем, что говорите, «Чем мы бесславим имя Твое?» Дальше, если мы прочитаем, вы говорите, «Вы приносите на жертвенник Моё не чистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим Тебя?» Пожалуйста. Уста. И дальше, если мы будем читать, 1 Петра 3, 10. Халлилуйя! Хлеб – это Слово Божие. Кто хочет видеть жизнь? Кто любит жизнь? Мы любим жизнь? И кто хочет, и хочет видеть добрые дни? Вот, вот, ну нету тут сложного ничего. Здесь нету сложного ничего. Просто это надо делать. То удерживай! Он не говорит. Многие говорят, «Господи, мой язык удерживай, закрой, режь, порежь, убери, удали». Не будет делать Бог это. Мы сами должны удерживать свой язык. Давид молится, еще в Ветхом Завете написано, «Положи руку твою устам, перст, устам моим, что не говорите лишнее. Поэтому как сделать гладким? Как вот это, как не бесчестить Бога?» Пожалуйста. Кто хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Все. Чистота, прозрачность. Знаете, иногда нам кажется или иногда нам хочется защищать себя. Вот самое опасное, когда ты начинаешь защищать себя, когда чувство справедливости поднимается, и ты хочешь защищать себя, и ты начинаешь наговаривать на свою жизнь. Не надо защищать себя. Дайте пусть Бог защитит. У меня столько свидетельств в этом плане. Даже вот муж и жена дома, да? Вот муж, если смиряется перед Богом, не защищает себя, потому что я справедлива, жену, ну, 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 вот так вот. Но Бог смиряет. Вот он смиряется перед Богом, Бог начинает менять жену. Выйдет совершенно другое. Я вам серьезно говорю. Я видел на практике много моментов. Это очень важно, удерживать язык. Часто есть фото такое, цепочка. Но это фото, знаете, чем мне не нравится? Потому что цепь не до конца закрыт. Там вот так открыто сбоку. Надо до конца закрыть. Мне, я помню, когда один брат подошел, мне говорит, пастор, вы мою жену, когда крестили, внимательно смотрели? Я говорю, да, а что случилось? Говорит, когда он вошел в воду, язык тоже вошел в воду? Я говорю, да, что такое подозрение, что она крестилась, а язык нет. То есть, если мы любим жизнь, мы должны задуматься, что исходит из наших уст. Каковы мысли человека, я не буду сегодня говорить о языке, я не буду, ну, дальше, дальше углубляться в этом. Но ты же любишь жизнь. Ты хочешь иметь добрые дни? Удерживай язык просто. Сделай так, чтобы Бог не остановился в твоей жизни. Сделай так, чтобы Бог на полпути не вернулся назад к себе. Сделай так, чтобы Богу нравилось твое присутствие. Сделай так, чтобы Бог сказал спасибо. Вот, посмотрите. Дьявол, посмотри. Такого, как его въезд где-то нету. О, чтобы Бог единственный человек, который, при котором, когда его убивали, Бог встал, Иисус встал. Написано, Он сидит, одесну Бога. Но когда побывали Стефана камнями, Иисус встал. Давайте будем такими верующими. Давайте будем горесть для Господа. Давайте будем двигаться. Я хочу помолиться, прежде чем мы начнем вечеря, я хочу помолиться, чтобы всякое сомнение ушло. Чтобы всякое неверие ушло. Чтобы Дух Божий сегодня изменили жизнь каждого из нас. Чтобы мы приняли решение любить жизнь и хотеть иметь добрые дни. Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господа! Слава Господу! Субтитры создавал DimaTorzok